Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 15 августа. Вот смотрите, не так давно я показывала вам сорт, который я хотела развести дяде Стёпа. 203 по-моему он номер. Но когда начинаешь впервые с магазинных семян разводить сорт на развод, не всегда сразу получается. И ещё сразу во время первого видео я сказала, что сортовые характеристики не подтвердились, короче, не совпали. Но тогда я ещё сомневалась, думала, может быть, он удлинит свои эти плоды. Короче, сорт дяди Стёпа должен был быть вот такой. Вот это у меня спагетти, но всё равно по описанию он такой длинный красный с носиком. Получился перцевидный, малинового цвета и носик не сильно ярко выраженный. Я сначала его хотела убрать, но потом я за ним понаблюдала. Кстати, он сорт тоже индетерминатный, так же, как дядя Стёпа. И решила его не изгонять из каталога, а оставить. Но так как дядей Стёпой он теперь не может называться, он будет называться просто Степан. Это название условное, потому что я не знаю, что это за сорт, но по своим характеристикам он мне очень понравился. Он похож, вот сегодня я показывала, формой на южный загар. Но южный загар у нас оранжевый, а этот вот розовый. Похож, например, примерно на гусиное яйцо, но то красное, а это вот такой розовый, прям ярко-малиновый. И у нас перцевидных таких вытянутой формы малиновых плодов томатов не очень много. Я его решила оставить. Почему я его решила оставить? Во-первых, он урожайный. Я вот несколько раз уже снимала. Почти на протяжении всего вот этой всей высоты индотерминатной, он у меня в теплице рос, он весь увешан вот этими плодами. И плоды, ну сначала они вот такие вот идут, неярко выраженные перцевидные формы. Потом начинаются вот такие вот, именно перцевидные, удлиненные. Вот такие дальше идут уже в конце. И что самое главное, он очень декоративно, красиво выглядит, и он вкусный. У него я вот разрезала, он такой мясистый, сладкий. Конечно, он не очень плотный, я думаю, что больше не для засолки, а вот салатового назначения, именно для еды кушать очень вкусный сорт томата. Так что вот из-за небольшой пересортицы у нас вот вместо такого дяди Стёпы красного с длинным носиком получился вот такой Степан розовой окраски, прям с малиновым, такой темно-розовый, мясистый. Я не думаю, не знаю, ни разу не ела дядю Стёпа, но я не думаю, что вот такие удлиненные сосульками будут такие мясистые, как вот эти, но эти перцевидные получились мясистые, сладкие, вкусные. Так что вот получился новый сорт Степан. Конечно, у него есть какое-то название, но теперь это уже никогда мы не определим, что это за сорт, потому что очень-очень много сортов похожих, вообще двойников. Вот сейчас собираю банан оранжевый, потом перцевидный оранжевый, сосулька оранжевая. Вот три сорта, которые, если бы не были подписаны, они были бы вообще как двойники, вот совершенно одинаковые, я не знаю, зачем такое разделение, потом вот эти красные пальчиковые сейчас собираю, тоже сосулька красная, банан красный, потом ещё какой-то, ну короче, очень много одинаковых сортов, но вот такого сорта я не видела, по крайней мере, я не смогла вспомнить вот такой перцевидный розовый ярко-малиновый сорт, но будет Степан. Всё, до свидания.